В чате людей интересуют планы КПРФ в свете последних новостей. И очень интересно, когда уже на канале появится видео, где ты лыбезаешь ручку Сергея Миронова, которого ты так активно поливал грязью все это время, прокомментируя вот эти вот информацию о том, что вот, значит, объединение там или что-то, КПРФ, справедливая Россия, вот это вот все будет происходить, как это все возможно. Слушайте, в очередной раз, можно сказать, в предсмертной конвульсии, вот эти ребята, которых правильно, наверное, назвать подстилки власти из справедливой России, выходят и говорят, надо, говорит, объединяться с КПРФ. Это неизбежно. Миронов эту тему, значит, затягивает уже на протяжении нескольких лет. И оно, в принципе, понятно и очевидно. Если мы видим даже рисованные цифры, корректируемые цифры, которые власть там пытается в нужную сторону, значит, как-то там округлить, даже эта ситуация говорит о том, что этот проект под названием «Справедливая Россия», он мертв, он потерял любые остатки доверия, любую поддержку со стороны граждан, даже вот эта попытка расколоть левое движение за счет каких-то других названий, каких-то там альтернативных вариантов, как вот власть наштамповала левых партий для того, чтобы оттянуть голоса от КПРФ, эта ситуация проваливается, да, потому что люди понимают прекрасно, что это та же власть, просто под другой личиной, да, и никакой «Справедливой России» нету, это просто единороссы, которые, вот, значит, играют вот такую вот роль. А когда нужно, они всегда вместе, рука об руку, и в вопросах, я не знаю, убогих антисоциальных инициатив, и в вопросах, там, поддержки президента, или там других каких-то вещей, они всегда едины, власть это устраивает, но тем не менее, итоги безрадостные для руководства страны. И, естественно, как реанимировать эту политсхему, да, технологию, да, они взяли, объединили «Справедливую Россию» с этим Прилепиным, да, он без этого был не самый популярный, мягко говоря, человек, и, ну, понятно же, что это дешевая попытка вдохнуть второе дыхание, да, вдохнуть, значит, какой-то интерес в данный политический проект, но это не помогло, результаты оказались такими же провальными. Вот единственный вариант не дать подохнуть, да, этим прихвостям власти, это просто говорить о том, что вот будет объединение со стороны, объединение с КПРФ. Естественно, ну, так вот, как коммунист, ну, что я могу сказать? В принципе, в партию-то может вступить абсолютно любой человек, который разделяет программу и устав партии, но, там, господину Миронову, наверное, нужно было бы очень поискать рекомендации, чтобы вот приняли сюда, ну, даже если бы гипотетически, да, ему бы это позволили сделать, он бы пришел на общих началах, как и тысячи-тысячи российских граждан, но говорить о том, что какие-то руководящие органы или какие-то там, значит, серьезные там направления, за которые он отвечал, но это очень наивно. Господину Миронову вполне себе, если бы он вступал в КПРФ, можно было бы дать пачку газет или там стопку листовок, чтобы пошел по почтовым ящикам жителям Москвы или там, где он проживает, да, разнес. Он же в очень элитном доме живет, насколько я понимаю, да, были, помните, антикоррупционные расследования? Мне кажется, даже и не одно. И даже не одно антикоррупционное расследование. Там же тоже живут жильцы, с ними тоже нужно работать, поэтому нормально взял новые поробы и пошел, значит, по подъездам, агитировать жителей, чтобы пришли на выборы, голосовали за КПРФ. В конце концов, если там сделать ссылку на возраст, все-таки Миронов не очень молодой, да, наверное, может быть, есть какие-то заболевания сопутствующие, которые помешают, да, там, артрит или что-то еще, надо выдавать направление, чтобы шел наблюдатель, присел на избирательный участок и контролирует процесс голосования, чтобы в УРН ничего не вбросили. Вот, справятся, пожали руку, ждем следующих выборов. Я думаю, Сергею Миронову это было бы по плечу. Но рассчитывать на то, что это вот будет слияние, как вот это пытается показать администрации президента, мне кажется, это немного наивно, да, я думаю, в нашей стране все понимают, что из себя представляет справедливая Россия, да, и служить власти у них, конечно, очень хорошо получается, но у нас, у меня, у моих товарищей, немножко другая задача, на мягко говоря, немножко. Вот, поэтому такая же ситуация с Прилепиным, слушай, я даже не знаю, как зовут Прилепина, это, блин, надо вот, не совсем правильно, все-таки он выбился на такие верха, да, ну, если можно руководство справедливой России назвать таковым. У нас... Захар. Захар, Захар, точно, Захар Прилепин, товарищ, подсказывает. Ну, интересный случай был. Я был на днях в Краснодаре, и в самом городе Краснодаре у нас была пресс-конференция. Пришли журналисты, в общем, было достаточно много вопросов, Дашу Михину эту тему, и, представляете, местные жулики притащили Захара Прилепина из Москвы, для того, чтобы он в тот же час, в тот же день, неподалеку от нас, организовал свою пресс-конференцию. Местная управа дала расстановку журналистам не ходить к Бондаренко и идти к Прилепину. Это так смешно выглядит, это так забавно. Представляете, депутата Госдумы из Москвы притащить специально, чтобы немножко разбавить единение народа. Это выглядело очень смешно. Но для этого и нужны эти помощники власти, для того, чтобы в нужный момент откликнуться, примчаться и попытаться создать какую-то иллюзию выбора. Хотя, на самом деле, очевидно, что единая Россия, справедливая Россия есть одно целое. Да, ну история Сергея Миронова, она вообще, конечно, достаточно интересная. В свое время журналисты нашли у него квартиру 235 квадратных метров, точнее, у его семьи, в ЖК «Парк Пелос» на Пречистинке. В ней живут его бывшая жена Ольга, с которой они развелись в 2020 году, и их сын. Примечательно, что журналисты не верят в то, что они на самом деле с женой развелись, но также не верят в то, что Миронов смог бы позволить себе эту покупку, потому что ее стоимость жилья в 70 раз превышает годовой доход. Политика, он в 2020 году зарегистрировал только 5,2 миллиона рублей. Скажите, сразу видно, честный человек, настоящий патриот, классик российской власти. Ну да, при стоимости квартиры в 350 миллионов, ну конечно, ну как бы...